Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Приехал заказик Файберлик из нового каталога второго. Сейчас посмотрим, что у нас в заказе. Интересно. В пакете приходят продукты. В данном случае я сказала чай. Фисташковый с ромашкой. Так, это у нас какой, по-моему, зелёный или чёрный. Сейчас посмотрим. Чёрный. Он в пакетиках. Каждый пакетик упакован в свой пакетик. Пакетики здесь не пластиковые, то есть они экологичные. Как мы знаем, многие чайные компании грешат тем, что у них пакеты токсичны и вредны. Липтон и прочие, так скажем. Поэтому магазинные из-за вот таких пакетов я не беру. Ну, плюс у них ещё состав не очень. Мне нравится чай Файберлик тем, что у них пакет экологичный. Так же, как и в сибирском здоровье. Из бумаги сделан, как раньше. Итак, что у нас по составу? Чай чёрный, байховый, ромашка, лист ежевики, девисил, ароматизатор, фисташка, клубника. Очень хорошо, что здесь ромашка есть, что есть здесь девисил. Польза суперфудов, природные флавоноиды. Ромашка известна своими противовоспалительными свойствами, улучшает сон и снимает стресс. Девисил очищает бронхи и улучшает дыхание. Обладает тонизирующим, антимикробным и противовирусным действием. Листья ежевики укрепляют сосуды, улучшают капиллярный кровоток, способствуют долгой жизни. Чай улучшает настроение, тонизирует, способствует очищению бронхов, обладает противовоспалительным и антимикробным действием благодаря флавоноидам ромашки и листьев ежевики. Так написал Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук. Вот так вот, всё это у нас сертифицировано, так скажем, сертифицировано, запатентовано и так далее. Хороший чай, неплохой, так скажем. Вот знаете, что мне мешает? Армитизаторы фисташковые. Вот если бы здесь они были натуральные, было бы вообще супер. Ну, они, как бы так сказать, не ярко выраженные. Это уже хорошо. Вот, хороший чай, неплохой, я могу посоветовать. Итак, дальше. Была акция, и сейчас она есть. Каталог только начался с понедельника. Вот на такие вот большой объём жидкого мыла. У меня в заказе три разных вкусов и запахов. Это у нас лимонный сорбет, это грушевое парфе, и это апельсиновая меренга. 500 миллилитров, 179 рублей, замечательная цена, хватает надолго, ароматно, вкусно пахнет. Мыло от Фаберлик хорошее, не сушит оно кожу, как, например, некоторые мыло есть, которые очень сушат кожу. Вообще, мне кажется, мыло любое, оно должно подсушить, потому что оно смывает липидный верхний слой кожи. Как же без сухости обойтись, если только в мыле там есть какие-то масла, которые сразу же смягчают и увлажняют, тогда да. Но в этом мыле я не думаю, что здесь какие-то масла есть в составе. Давайте посмотрим. Ну, может быть, вот кокосовые. Кока-кока что-то у нас тут, да. А так больше я не вижу никаких масел. В общем, обычное мыло, как обычное, но оно нормальное, из разряда нормальных жидких мыл. Экономичное, что еще про него сказать. Вкусно пахнет, цвета такие яркие. Но если его переливать в дозатор, который у вас обычно в ванной стоит, цвет обычно не видно. Но если только пока на ладошку его не выдавишь. Дальше. Не брала, вот решила попробовать. Биогель для очищения туалета серии Гринли. Обычно я беру обычный, там у них Фаберлик есть, серий Дом Фаберлик для унитаза. Меня он вполне устраивает. Там у них есть 5 в 1, а есть вообще, по-моему, 7 в 1. 7 в 1 он помощнее. Вот говорят, что этот еще мощнее. Но у меня в нормальном состоянии, поэтому мне и 5 в 1 подходит. Ну, хочу попробовать этот. Просто заказала из-за того, что хочу попробовать, чтобы советовать другим или не советовать. И классная акция у нас на антибактериальные универсальные средства, которые можно распылять и в помещении, и куда угодно. Даже в обувь от запаха, на столешнице, да, ну, чтобы продезинфицировать что-то, если вы хотите. Вот пыль стираете, там вот сейчас я буду пыль стирать, буду его использовать, чтобы пыль подольше не садилась. То есть он убивает микробы, но безопасен для человека. Применяется для любых поверхностей, не смывайте, для продолжения бактерицидного действия. Достаточно 5-6 нажатий для обработки половины квадратного метра или одной пары обуви. Состав более 30% вода, менее 5% алкил, диметил, бензил, аммония, гидрохлорид. Кто у нас химики, тот может быть поймет. Ну и там еще какие-то химические, вот, полигексаметилия, бигуанидин, гидрохлорид. И все, больше тут ничего нет, но я, конечно, не могу сказать, что это за вещества, я не химик. Но говорят, безопасно для человека, будем верить производителям. И взяла я их в количестве 10 штук, потому что цена была по каталогу 59 рублей. Мне вообще-то можно было больше взять, но я так подумала, куда мне больше. Сейчас предложу клиентам. В общем, уйдет, я думаю. Вот, 10 штук. Что еще? Ультра-кондиционер, бальзам для белья. Сенситив для детской чувствительной и атопичной кожи, изумительной мягкости, нежность тканей. А какой здесь аромат? Пёрышко нарисовано, значит, сенситив пёрышко. Ой, приятный, очень нежный такой, не выпеклась, приятный аромат. И арома Перлс, то есть орхидей и кашемир, два в одном. Супер-концентрат с уникальными аромакапсулами против неприятных запахов, интенсивной свежести, смягчением белья, легкой глажиной. Сладковатыми конфетками пахнет. Зубные щетки новенькие вышли. Я смотрю, их уже разобрали на сайте. В первый же день, ну вот в первый же день я делала заказ и урвала фиолетовая. Щетки классные. Я вот только таким пользуюсь, и не только я, но и вся моя семья. И дети в том числе. Поэтому я взяла разных цветов. Зеленая. Мужу чем нравится то, что она не разлохмачивается в первый месяц применения. Потому что у него через месяц уже обычно щетки летят. Они просто вот лохматые. В лохмоте превращаются. А здесь вообще шикарные. Щетка. Черная. И белая. По-моему, черная и белая есть, а вот цветных уже нет. Дальше. Вот такую блузку заказала из рестоража. Синенькая. 48 размер. Пулестер. Сделаю вам отдельный на ее обзорчик и расскажу, как она. Так. Новинка из серии Миракл. Миракл. Это у нас маска под заказ. Маска для лица, шеи и декольте ультралифтинг. Очень уж ее хвалят. Типа эффект за неделю виден. Биоактивный сверцамарин способствует заметному сглаживанию морщин уже через 7 дней. Биомиметические пептиды ускоряют восстановление кожи и очищают ее от токсичного белка прогерина. Натуральные молекулы сахара Техалоус отвечают за Техалоус. За увлажнение всех слоев кожи. Кислородный комплекс Навав ТМКУ-2 обеспечивает доставку кислорода и активных компонентов в глубокие слои кожи. И где-то у меня сыворотка. Там акция маска и сыворотка за, по-моему, полторы тысячи. Вот. Сыворотка с теми же обещаниями, с пептидами. Ой-ой-ой. Так, новый каталог. Красивые у них парфюмчики выходят. Кстати, я сейчас заказала пробнички. Сейчас с вами их потестируем. И хочу большое вам показать. Что я взяла? Смотрите. Смотрите, что это. Сейчас я вам покажу, кто угадал. Вот это что. Это 24 штуки корма для кошек. Вы представляете? В Фаберлике появился корм для кошек. Я просто пищу от восторга. Если он подойдет моему коту, это вообще будет шикардосно и замечательно. Лишний раз не ходить в магазин и не таскаться с этим кормом. Потому что обычно он имеет свойство резко заканчиваться. И кот ходит за мной и мяучит. Чем бы тебя покормить? В общем, если понравится, я буду только рада. Здесь нежный кролик. Без консервантов и ароматизаторов, без добавления сои, злаков, сахара, без... Ой, не без, а наоборот. С витаминами и минералами. Корм консервированный, полный рационный для кошек. Мясной рагу с кроликом и овощами. Нежный кролик для кошек старше года. Кошки, дюймочки, рекомендации по кормлению. Не знаю, где у них состав. Наверное, здесь. Мясо, субпродукты 42%, свинин 24%, курица 13, кролик 5, овощи, морковь, свекла, загуститель, ксантановый камень, витамины, минеральный комплекс, в том числе таурин. Нормальный такой состав. Витамин А, Д, Е, минеральные компоненты, таурин, биотин, микроэлемент, цинк, марганец, медь, селен. В общем, попробуем. Если подойдет, я буду только рада. Так. И что у меня остались? Остались у меня пробнички. Приходят они в коробочке. Это очень хорошо. Не искать в большой коробке, да, как это делают другие компании. Вот. Кинусь в большую коробку эту мелочь и ищись там непонимые где. Здесь все аккуратненько. В коробочке приходят. Нигде ничего не потеряется, не затеряется. Так. Это у нас... 340-20 артикул. Я еще по-турецки тут не прочитаю. Агизур. Давайте найдем в каталоге, где этот Агизур. Ага, это мужской. Вот такой вот. Хорошие цены, кстати, на них будут. Так. Ну-ка, посмотрим. Приятный. Приятный, нежный, мужской. Не резкий. Легенький такой, но... Ну, я бы сказала, в сторону классического мужского идет. Вкусный, ну, нормальный такой. Основные ноты. Кардамон, марокканская мята, нано, иудовое дерево. Но я бы муж такой купила, да. Наверное, приобрету. Ой, вкусный-вкусный аромат. Хороший. Дальше. У нас идет, попадается... Так, как нам тут? Артикул 340-24. Эль Эфна. Джемма Эль Эфна. Давайте найдем. Вот она, зелененькая. Флаконы, конечно, шикарные. Основные ноты. Марокканский апельсин, жасмин, самбак, мадагаскарская ваниль. Так. Ой, какой интересный. Апельсин бросается, но потом сразу же покрытый как будто в зелень. Он какой-то в цветах. И еще приправлен ванилькой, да. Прям вот, знаете, вот не одна какая-то нота монотонит, а сразу несколько. Он из разряда кисленьких. Вкусный. Мне понравился. Кисловато-апельсиновый в цветах. Вот такой вот интересный аромат. Буду брать. Дальше у нас идет Глориус, мужской аромат. Я решила его потестировать. У меня флакон уж очень зацепил. Так. Интересный. Ну, вы знаете, да, Глориус такой синий? Если я его сейчас найду. Если я найду. Вот он. Такой у него кубок, конечно, шикарный. Но в этом каталоге он дороговат. А, это новый каталог. А вот сейчас, который каталог идет, он, по-моему, полторы тысячи. Здесь у него ноты. Глутемальский кардамон, лайм, виргинский кедр. Знаете, тоже интересный аромат. Я не скажу, что он резкий. Нет, он не резкий. Хороший. Может быть, я тоже такой взяла. Я, наверное, возьму. Вот. Кардамончик здесь, наверное, чувствуется. С кедром вперемешку, да. Такой, знаете, вот классический мужской, но приправлен вот какой-то зеленой ноткой кедровой. Вот что-то такое. Специя здесь есть немножко, да. Прям совсем чуть-чуть, не сильно. Бывают такие очень сильные, как вот бомбастер, да, мужской. Очень сильный такой, яркий специй. Ой, восточный практически аромат. Этот нет, он такой, даже, может быть, лайм чувствуется немного. Вкусненький, хороший аромат. Мне понравился. Да, хороший. И... Ну вот новый, он немножко другой. Он сейчас вообще нежный стал на коже. Мужской, я имею в виду. А этот... Этот Глориус поярче будет, чем новинка. Поярче какая-то у него нота. Может быть, тоже кислинка какая-то есть. Мне кажется, да, есть какая-то кислинка. Так, следующий. Такой вот. Тридцать четыре ноль двадцать три. Захра, по-моему, да? Захра. Это у нас вот такой вот бордовый аромат. Тоже с хорошей скидкой. Давайте его потестим. Очень сладкий. Прям вот сахарная вата. Да, сахарная вата. И с какими-то красными цветами. Может быть, с розой. Что у нас здесь? Да, дамасская роза, гранаты, беновое дерево. Я угадала. Роза здесь есть, и она именно красная. Прям очень сахарная. Знаете, похож вот направлением на... Арифлеймовскую розу классическую. Там у них есть в розочке аромат. Не помню, как он называется. На языке вертится. Забыла. Ну, вот помадность есть еще, да? Вот как раз направлением похож на эту розочку. Но она, кстати, здесь... Эта помадность полегче, чем вот в розочке. Врифлеймовской. Там уж очень сильная помадность. Здесь нет. Здесь она не монотоний. Здесь именно вот и розочка слышна, и гранат немного, да? Есть. Ну, вообще вкусный аромат. Имеет место быть. Интересный, интересный. И вот он сейчас немного угасает, вот эта вот помадность. И она садится, усаживается на кожу и становится менее такая яркая. И раскрывается, пошел уже другая нота. Скорее всего, вот и беновое дерево. Даже древесность немножко проскаливает. В общем, тоже хороший аромат. И, наверное, я себе возьму в коллекцию. Особенно такой флакон, ну как вот мимо него пройдешь. Нет, вкусный. Он вот раскрываться начал. Сначала ярко он был, да? Сейчас усаживается вообще не ярко. Он звучит нормально. Следующий. Синенький. 34. 0.25. Это у нас Эль Хазна. Так. Да. Не знаю. Интересный аромат. Синий. Сейчас почитаем нотки. Вот он. Кофе. Золотая амбра. Пудровые мускусы. Да, скорее это амбровый аромат. А амбра на мне садится, на моей коже. Она у меня, наверное, теплая скорее. Амбру вот почему-то я очень всегда ощущаю на своем теле. Она может у меня раскрываться бинтами и йодом. Вот в Сибирском здоровье я купила у них парфюм-новинка амбровая. Там вышла какая-то там амбра. Ой, не могу вообще. Вот бинты и йод. Бинты и йод. Прям у них вот очень свойственные. Прям я чувствую их. Здесь, конечно, нет такого, чтобы я вот прям бинты и йод чувствовала. Но я эту амбру прям слышу. А амбровый это не мой аромат. Хотя он здесь очень легкий, амбра. Она не сильная, как в эфраше, например, амбровой вуаль, да, была. Я вот тоже ее не могу носить. Хотя она тоже красиво раскрывается, но она там очень яркая. Здесь она тихая. Это уже хорошо. Носить я, в принципе, смогу этот аромат из-за тихой амбры. Да, и не пошло у меня в бинты и йод хорошо, это замечательно. А пошло у меня раскрываться как каким-то мускусом. Вот мускус на мне раскрывается замечательно. И то, что здесь амбра с мускусом, вот, наверное, играет такую положительную роль на моей коже. Мускус все-таки, он начинает доминировать. Сначала слышалось амбра, теперь мускус. Ой, какой красивый в раскрытии кофе начинает слышаться. Вот тоже замечательный аромат, девчонки. Вот все ароматы играют, они не сидят монотонно. Да, сейчас пошло легкое кофе. Вы представляете, да, какие ароматы шикарные? Боже, я все хочу. Они хоть и синий, и красный ярко раскрываются вначале, но потом усаживаются на коже и сидят, прям играют. Играют нотками, вот реально. Для тех, кто любит амбру, и не сильную, не яркую амбру, а такую легкую, красивую, еще и с приправленную, с пудровым мускусом и с кофе, вообще рекомендую. Ой, вообще замечательно, мне тоже. Я все ароматы буду брать для коллекции однозначно, я вам их покажу для себя. И они, вот большой плюс, что они играют, большой плюс. Замечательный аромат, и фаберлик молодец, наконец-то он услышал меня и сделал нормальные, красивые, достойные, не дешевые, а дорогие ароматы. Если они будут еще храниться замечательно и не тухнуть, как некоторые у них из старых ароматов, то это вообще будет прям конфетка, просто конфетка. Потому что я же беру, ну вот для коллекции, я не буду пользоваться ими каждый день. А иногда для настроения, да, и я хочу, чтобы они у меня простояли лет 10, не меньше. Мне так хочется, потому что красивый флакон, ну как поднимется рука его выкинуть? Вы со мной согласны? Напишите в комментариях ваше мнение, если кто-то пробовал эти ароматы, обязательно напишите, как вам. Потому что мне очень интересно. В общем, вот, девочки, был такой замечательный у меня заказик. Фаберлик опять меня порадовал. Молодец, Фаберлик. Магазин лишний раз ходить не нужно. Кого интересует подписка, пожалуйста, подписывайтесь, и я с вами свяжусь. Либо вы со мной можете в директе связаться, и я вам все расскажу. Могу в чат добавить и буду скидывать, если вам это нужно. Информацию, если не нужно, не буду. Так что всем доброго дня и всем пока-пока.